Всем привет, с вами Руслан Левиев и это «Новая сводка с войны». Наверное, многие из вас хотели бы сейчас спросить «Руслан, ты же говорил, что наступления на Харьков не будет». Тогда что это сейчас происходит? Давайте по порядку. Утром пятницы полетели новости о начавшемся российском наступлении на Харьковскую область. СМИ показывали картинку массового пуска реактивным стем залпового огня. Как будто за окном снова 24 февраля 1924 года. Движение началось на двух отрезках. Первый отрезок – это приграничные поселки Харьковской области, Стрелечье, Пыльная и Борисовка. Здесь глубина продвижения российских сил составила около 5 километров. Вторым отрезком стал участок между селами Огурцово, Гатище и Плетеневка. Это направление на город Волчанск Харьковской области. Здесь глубина вклинения в украинскую оборону оказалась еще меньше. Важно помнить, что мы говорим про приграничную территорию. По обе стороны границы определенная полоса такой территории, вместе с находящимися на ней населенными пунктами, является серой зоной. Поэтому осуществление таких заходов на территорию второй страны здесь, ну, несколько проще, чем, скажем, продвижение под Очеретин. Знаете, на данный момент вся эта ситуация больше всего мне напоминает, как ни странно, рейди РДК в Болгородской области. И там, и там продвигались на несколько километров от границы. И, пользуясь тем, что это серая зона, захватывали небольшие поселки, не встречая особого сопротивления. При этом обе ситуации выставлялись в медиапространстве как большое достижение, серьезная угроза врагу. Так что же это? Наступление или рейд? Я стараюсь быть предельно осторожным в выборе теней. Моя главная цель – донести до вас правильное понимание ситуации. Ну, по крайней мере, такое, как и вам видит его моя команда. Когда мы говорим «наступление», а параллельно с этим в соседних телеграм-каналах видим кадры эвакуации мирного населения с опасных территорий, работы установок рекомендуем-системы залпового огня, то это невольно рождает ассоциации с событиями фараля 2022 года. Хотя это совершенно разные по масштабу события даже в рамках одного направления. Никакие колоннобронетехники сейчас по направлению к Харькову не едут. Более того, нынешний заход был осуществлен практически без применения бронетехники. Силами пехоты. Есть кадры подбития буквально нескольких боевых машин пехоты, и все. Текущая ситуация внешне больше всего похожа на рейд. Недаром я вспомнил про рейды РДК. Но рейд – это тоже совершенно определенный тип ведения боевых действий. Рейды подразумевают, что вы не планируете закрепляться на захваченной территории. Зашли на территорию противника, выполнили определенные задачи, отошли обратно. В случае одного из последних рейдов РДК, такой задачей было влияние на ход президентских выборов в России. РДК явно не планировали рыть окопы в какой-нибудь поселке Теткино Курской области и держать позиции любой ценой. Поэтому, если мы через несколько дней увидим, как российские войска ушли из упомянутых мной в начале сводки поселков, вот только тогда это можно будет назвать рейдом. Но у меня есть ощущение, что все же российские военные будут пытаться удержать захваченную территорию и может даже продвигаться дальше. Зачем? – спросите вы. Да, ресурсов для атаки на Харьков нету. Это отмечает, например, и Юрий Бутусов в своем обзоре ситуации. Возможно, эта атака нужна просто для отвлечения внимания части украинских ресурсов на себя, и чтобы, допустим, российским войскам под Очеретино стало чуточку полегче. Хотя есть у меня предположение, что цель этой атаки может быть и в другом. Вспомните, что почти месяц назад у России появилась новая группировка войск Сил Север. Она была образована из подразделений существовавшей ранней группировки войск прикрытия государственной границы. Более того, говорят, что возглавил новую группировку небезызвестный нам генерал Александр Лапин. Вспомните все эти показушные видеоролики с ним, времен, когда он командовал группировкой «Центр», где он подбадривает своих солдат идти вперед в атаку. Если для группировки войск прикрытия государственной границы показатель эффективности понятен уже из ее названия, то есть удержали границу, не допустили захода диверсионных групп, молодцы, то в случае с группировкой войск Север тебе уже недостаточно просто удерживать границу. Тем более, что в сообщениях Минобороны упоминается, что в зону ответственности этой группировки входят Черниговская, Сумская и Харьковская области Украины. Поэтому если Лапин не хочет в очередной раз лишиться поста, ему нужно показывать результаты. Несмотря на события тех дней, я никак не изменил своего мнения о возможном наступлении на Харьков. Я по-прежнему уверен, что никаких ресурсов для этого нет. Объясню свою позицию, проведя небольшую аналогию. Может ли Россия снова попытаться атаковать Киев? Нет, никаких ресурсов для этого в ближайшие года не предвидится. Но может ли при этом, взбрызив голову военному командованию, послать подразделение наступать с границы Белоруссии на север Киевской области? Конечно, может. И, возможно, им в таком случае даже удастся захватить несколько каких-нибудь приграничных поселков. Но какой-либо угрозы Киеву это не создаст. А главный вопрос – сколько ресурсов они потерят на такой бессмысленной атаке? Даже аргумент про отвлечение сил ВСУ с других участков фронта, чтобы где-то российским солдатам стало полегче. Довольно спорно. Ведь ты это отвлечение будешь обеспечивать потерями техники и солдат в новой атаке. Такая атака имела бы смысл, если бы у тебя были большие подготовленные резервы, которые смогли бы воспользоваться ситуацией с отвлечением части украинских сил. Можно еще вспомнить популярный аргумент, что надо создавать буферную зону, отодвигать украинские силы от границы России, чтобы уменьшить угрозу обстрелов Белорусской области. Да, но в случае с буферной зоной глубиной в каких-то там 5 километров ситуация с обстрелами никак измениться не может. Так что посмотрим, какая будет дальнейшая тактика у генерала Лапина вокруг этих пограничных поселков. Две-три недели мы слушали заявление о том, как российским войскам поставлен приказ захватить город Часов-Яр на Донецком направлении к 9 мая. Как видите, ничего подобного не случилось. Честно говоря, я сомневаюсь, что такой приказ вообще был. Более того, с момента появления первых новостей про этот якобы поставленный приказ и по нынешний день, темп продвижения российских сил на Авдейском направлении заметно упал. Если раньше я вам в каждой сводке говорил, что армия России захватила такие-то поселки на Авдейском направлении, то сегодня у меня таких новостей нет. Остается острая ситуация с техникой на фронте. Мы почти каждый день видим видеозаписи тех самых странных атак на мотоциклах. Показателями являются видео этой недели из Новомихайловки Донецкой области и Работино Запорожской области. В Новомихайловке была запечатлена российская атака на 8 мотоциклах и одной боевой машине пехоты. На видео из Работино заметно, как даже цель просто доехать до точки Б на пересеченной местности является не самой простой задачей для солдата. На видео такие мотоциклисты падают гораздо чаще, чем по ним стреляют. Мы полагаем, что именно по причине проблем с техникой на фронте мы второй год подряд не видим танков на параде 9 мая в Москве. Это не значит, что их нет совсем. Более того, на парадах в некоторых других российских городах танки участвуют. Просто российские власти не хотят недовольства военных, которые могут увидеть дефицитные танки в трансляции парада из Москвы. Поэтому не судите о состоянии российской армии по перечню техники, участвовавшей в московском параде. К слову, отдельное возмущение у провоенной общественности вызвала фотография с церемонии инаугурации Путина от 7 мая, на которой заметили поборника «Скреп» Виталия Милонова с орденом «Мужества» на груди. Все-таки до 2012 года этот орден считался одной из тех наград, которую не дают по блату, которую дают военным только за реальные заслуги. Недаром, что близкие группировки «Вагнера» телеграм-каналы особо подчеркивали в своих публикациях, сколько у каждого из командиров группировки есть орденов «Мужества». И особо гордились тем, что у командира группировки, Дмитрия Уткина, было рекордное их количество – шесть орденов «Мужества». При этом про участие Виталия Милонова в войне известно, что он служил, если это можно так назвать, в батальоне «Каскад». Там служат различные депутаты и прочие медийные личности, которым нужно, чтобы в их биографии было записано, будто бы они участвовали в войне. Хотя в действительности они со своим подразделением все время проводили в безопасности далеко в тылу. Возвращаясь к теме обстрелов, стоит отметить громкий инцидент, произошедший в понедельник. В селе Березовка Белгородской области, находящемся в пяти километрах от границы с Украиной, беспилотники ударили по ехавшим по дороге двум микроавтобусам «Газель» и легковому автомобилю. В них ехали сотрудники местного агрохолдинга. К несчастью, в результате этой атаки семь человек погибло, а 42 ранено. Включая 17-летнего подростка и детей с 6 и 9 лет. Мы постоянно видим обстрелы приграничных территорий с обеих сторон, в том числе с применением беспилотников. Также мы регулярно видим, как обе стороны регулярно бьют ФПВ-дронами по явно гражданскому транспорту, не имеющему какой-либо военной маркировки. Если постоянно так наносить удары по гражданскому транспорту, то трагедии, подобно произошедшей в понедельник, не избежать. Для того, чтобы такого происходило меньше, нужен эффективный надзор гражданского общества, гражданских структур над военными. Неделю назад я участвовал в качестве спикера на конференции по военно-гражданским отношениям в военном колледже армии США в Пенсильвании. К слову, именно по этой причине прошлая сводка вышла на день позже, чем обычно. На конференции мы много дискутировали как с гражданскими, так и с военными о том, как должен происходить этот надзор в современной демократической стране. Про это написано много трудов, и это скорее тема для отдельных роликов. Но в целом мой основной посыл, который я хочу сейчас донести – в современной демократической стране гражданское общество, гражданские структуры должны надзирать над армией, чтобы она не чувствовала себя бесконтрольной и всевластной. Иначе в своих операциях она регулярно будет создавать много дополнительного сопутствующего ущерба, в том числе в виде гибели гражданских. Очень необычную атаку провели украинские силы на этой неделе с применением безэкипажных катеров в районе бухты Узкая в аннексированном Крыму. Поначалу на катерах все кажется знакомым. Картинка сплывущих надводных беспилотников, заход на атаку на пришварцованный российский катер, удар. Такое мы видели много за время этой войны. Но то, что потом опубликовала российская сторона, нас поразило. На опубликованных Министерством обороны России кадрах мы видим вертолет К-29, который стреляет по плывущему безэкипажному катеру. Но самое интересное мы видим на кадрах, снятых с близкого расстояния от катера. Оказалось, что украинские инженеры смогли приспособить ракеты класса «Воздух-воздух» Р-73 для запуска с таких безэкипажных катеров. Само по себе понятие ракет класса «Воздух-воздух» подразумевает, что они должны запускаться с самолетов или вертолетов. Интересно, что у этих беспилотников ведь нет какого-нибудь радара и вообще возможности телеуказания. То есть ракета должна сама обнаружить и навестись на цель. Пока непонятно, насколько эта схема рабочая. Потенциально это может стать большой проблемой для российской авиации. Подобные катера, вероятно, смогут сбивать российские вертолеты, противодействующие надводным беспилотникам. Плюс в зоне опасности окажутся аэродромы, где глиссада, то есть траектория посадки, проходит над водой. Скорее всего, даже если схема окажется рабочей, российские войска не будут перебазировать свою авиацию до тех пор, пока не произойдет первое сбитие летательного аппарата. Аналогичная ситуация была и с ракетами «Атакамс». Когда в прошлом году появились новости, что Украине передали ракеты «Атакамс», и теперь множество военных аэродромов находится в зоне поражения, российские войска не подпринимали мер, пока не был нанесен удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Было потеряно большое количество вертолетов. Потенциально интересная разработка в плане вооружений и инженерной мысли ждет нас в конце следующего года. «Пентагон» заключил контракт с компанией «Сара» на покупку датчиков обнаружения радиоэлектронных помех и дальнейшую установку их на различные типы боеприпасов. Например, такие, как планирующие бомбы «Джейдам». Многие эксперты и СМИ в последние месяцы писали о том, как российские глушилки сделали неэффективным западное высокоточное вооружение, потому что глушили GPS. Идея заключается в том, чтобы высокоточная авиабомба или снаряд, попавшие в зону действия глушилки, меняли курс и наводились на саму глушилку. Но сработает эта идея или нет, мы узнаем уже не раньше октября 2025 года, когда по плану должны быть поставлены первые экземпляры таких модернизированных вооружений. Украинские силы поставили новый подтвержденный рекорд по удаленности атакованного объекта от границы Украины. 9 мая был атакован объект нефтеприабатывающей отрасли в городе Салават Республики Башкортостан. Расстояние от Харьковской области до этого объекта около 1300 км. Представители Украины ранее уже заявляли, что у них есть беспилотники, способные атаковать цели на расстоянии 1500 км и более. Но среди верифицированных случаев этот удар пока является рекордным. Также был нанесен удар по беспилотникам по двум нефтебазам в селе Юровка под Анапой. Оригинальные власти, как себя, заявляют, что практически все беспилотники были перехвачены. Однако на видеозаписах очевидцев мы видим, как беспилотники успешно долетают до цели и поражают ее. Более того, один из очевидцев на видео говорит, что это уже седьмой дрон за время этой атаки, ударивший по нефтебазе. Россия, в свою очередь, продолжала нанесить удары по энергетической системе Украины на этой неделе. К слову, Министерство обороны России это не особо скрывает, хотя это и является ударами по гражданской инфраструктуре. В своих публикациях военные ведомства России обосновывают эти удары тем, что якобы так они подрывают возможности военной промышленности Украины. В черде ударов я бы отдельно отметил случай с Добротворской теплоэнергостанцией. Она является крупнейшей во Львовской области, но, что важнее, она находится на границе с Польшей. Когда в 2020 году Россия била по энергосистеме Украины, пытаясь оставить мерное население без электричества и тепла, европейские страны приходили на выручку, передавая электроэнергии в систему Украины. Так вот, Добротворская ТЭС является одной из входных точек, по которой электроэнергия может поступать из европейских стран в Украину. И, честно говоря, у меня создается впечатление, что, ударяя по Добротворской ТЭС, Россия тем самым пытается не дать Европе помочь Украине электроэнергией, если возникнет такая необходимость. Обе стороны этой войны испытывают острый дефицит личного состава на фронте. Из показательных историй этой недели я бы в случае России отдельно отметил Орловскую область. Там губернатор Андрей Клычков ввел региональную выплату в 250 тысяч рублей за подписание контракта с армией России. Новость примечательна тем, что Орловская область была одним из последних регионов России, где контрактникам-добровольцам вообще не давали региональных выплат за отправку на войну. И когда в сентябре 1943 года в регионе поднимался вопрос о введении таких выплат, руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова отмечала, что в региональном бюджете просто нет денег на введение таких выплат. Так что же, Орловская область внезапно разбогатела к мае 1944 года? Конечно же нет. Просто показатель набора добровольцев в регионе сейчас является одним из важнейших критериев оценки Кремлем эффективности губернатора. Поэтому руководители регионов готовы идти на любые жертвы ради повышения количества добровольцев, подписавших контракт от региона. Даже если для этого придется угрозить расходы на здравоохранение и образование. С украинской стороны мы видим, как Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации заключенных. И хоть его и называют законопроектом о мобилизации заключенных, в действительности речи о предноделовке не идет. Подразумевается, что заключенный должен заключать контракт с армией Украины доброволь. При этом, в отличие от российского похожего закона, в Украине контракт с армией не сможет заключить тот, кто отбывает наказание за убийство, изнасилование или преступление против государственной безопасности. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Архамиев заявил, что, вероятно, этот шаг даст возможность призывать на фронт несколько тысяч человек дополнительно. От себя лично я скажу, что это очень маленькая цифра для войны, подобно нынешней. Но в условиях дефицита приходится идти и на такие меры. Вот такие новости у нас были на данный момент. И встретимся с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова